Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Добрый вечер. Следственный комитет опубликовал видео с места крушения вертолета в Костромской области. Воздушное судно упало вчера вечером. В результате катастрофы погибли три человека, в том числе заместители генпрокурора России Исаак Карапетян. В пресс-службе Костромского правительства сообщили, что люди, находившиеся в вертолете, летели на охоту. По предварительным данным, вертолет поднялся в воздух без разрешения. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Причины случившегося выясняются. Специалисты предполагают, что в условиях плохой видимости пилот мог зацепить верхушки деревьев. Сразу несколько кировских учителей стали жертвами телефонных мошенников. Как рассказали в региональном ОМВД, вчера в полицию обратились трое кировчан, которым по телефону поступила одна и та же просьба. Как выяснилось, в учебное заведение города звонил неизвестный и представлялся работником госучреждения. При этом эфирист приглашал представителей сферы образования приехать к нему, якобы за важными документами. Когда педагоги были уже в пути, лжегосслужащий снова им звонил и просил перевести деньги на телефон, обещая все вернуть при встрече. В результате 45-летняя кировчанка перевела 19 тысяч рублей, а 50-летний мужчина распрощался с 17 тысячами. А вот третья потенциальная жертва заподозрила неладные и не перевела требуемые 13 тысяч. В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников. Будьте осторожны, делая селфи. В Санкт-Петербурге девушка упала с террасы торгового центра, пытаясь сделать снимок. 19-летняя пострадавшая была экстренно госпитализирована. Девушку доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и серьезными переломами. По данному факту проводится следственная проверка. Между тем, сегодня стало известно, что Россия заняла второе место в мире по числу смертей в результате несчастных случаев при попытке сделать селфи. По утверждениям экспертов, за 7 лет абсолютным лидером стала Индия. Там произошло 159 случаев. В России зарегистрировано 16 смертей от селфи. На третьем месте США с показателем в 14 смертельных случаев. И, наконец, в интернете появилось видео грибных гонок на тыквах. Необычные соревнования прошли на озере в немецком городе Ламар. Условия для участников только одно. В качестве инвентаря можно использовать весла и тыквы. Гонкам допускаются все желающие – и взрослые, и дети. Победитель – тот, кто преодолеет дистанцию первым. Получает денежный приз в размере 200 евро. А если тыква выращена на собственном огороде, призовой фонд увеличивается до 300 евро. Гигантские овощи выращивают специально для соревнований. Вес некоторых плавсредств достигает 250 килограммов. У меня на этом все. До встречи.